Всем пламенный салют, дорогие друзья, ну или просто здравствуйте, Мелбет, Первая Лига приветствует вас на поединке между Уфой и Сочи. Седьмой тур, стадион Нефтяник, и мы сегодня продолжаем программу этого самого седьмого тура, который стартовал еще позавчера поединками между Хабаровским СКА и Соколом и Тюменью и Тульским Арсеналом. 29-й и 10-й номера соответственно, Владислав Лазарев 89-й, Кирилл Кравцов 14-й и Владимир Писарский номер седьмой сегодня в старте. Еще один перехват, хорошо в прессинге действует сейчас Сочинский коллектив, прострел штрафную, и здесь нужно бить с левой ноги и забивать, неужели это Писарский? 1-0, седьмой номер, счет открывает. Ну вот много шутили, много говорили, что Писарский следует по пути Гамида Агаларова, да, единожды блеснув в российской премьер-лиге, даже, в общем-то, по одному и тому же количеству забитых мячей они провели в ворота противников. Загрузка туда, в район 11-метровой отметки, сам же пострадавший этот штрафной удар исполнил и продолжает бороться. Здесь желтой карточки не будет, как минимум, до остановки встречи, потому что контр-атака. Сейчас Роман Посевич справа, передача в центр, нужно бить поворотом, нужно сравнивать счет и угловой. Да, здесь не без ликошета обошлось. Кто же пробил? Владислав Агеев. Фраза из Бусидо. Олег Баклов, у самурая нет цели, у самурая есть только путь. Ну вот посмотрим, а сейчас у Уфы есть путь в атаку. Левым флангом они атакуют и дальний удар по лишней, как этот мяч слетает, разградит штрафной площади. Харабашев то ли не увидел, то ли не успел, то ли еще чего. Но это уже не важно, особенно не важно для 88-го номера Уфы для Миграна Агеяна. Так, счет сравнивает Агеяна, и счет становится 1-1. Первый гол в сезоне для Миграна, с чем мы его и поздравляем. И посмотрите, и посмотрите, как отмечают, как отмечают сейчас уфимцы, как сплоченно. Каждый из троих опоздал. Опоздал. Опоздал на эту электричку, где машинистом было Агеяна. И еще раз может быть практически оттуда, но уже внутри штрафной площади. Боже, что это по ноль! Фантастика за две минуты, они отыгрываются. Гол в ворота от Наев забивает. Вот это да! Ну это просто на потеху местной публики. И просыпается, просыпается Уфа в обед, а точнее после обеда 2-1. С ног на голову переворачивают игру сейчас уфимцы. И давайте смотреть, Агеян, гол и голевая за полторы минуты. Фантастическая результативность от 88-го номера. Болист показывает, что могут, что по принципу конгруентности, да, присутствуют они на поле. Каждый может забить, каждый может отобороняться. И каждый может, например, вот сейчас, по исположению вне игры, забить гол. Нет, нет в положении вне игры. Фантастика какая! Третий гол Уфы. И Ложкин тоже первый мяч в сезоне. Это седьмой футболист Уфы забивает седьмой гол этой команды в сезоне. Давайте смотреть, давайте разбираться. Я почему-то на 100% был уверен, что Ложкин остался в офсайде. И обработал он этот мяч уже за спинами защитников Сочи. Ну и один на один, естественно, что ему еще оставалось. Разобрался на пять баллов с Никитой Карабашевым. Двойки центральных защитников. Суслов пришел в Сочи вместе с Магалем. Смотрим за этой атакой. Отбивает не самым удачным образом здесь Карабашев под левую ногу. Перекладывает себе Адаев. И, казалось бы, вот ворота перед тобой. Оформляй дубль и делай счет просто-напросто неприличным. Но девятый номер угодил в защитников. Центральный защитник Кирилл Суслов. Уроженец Московья, земли Клинской. Ну, возможно, удачу это и принесет Сочинцам. Сейчас удар в дальний угол рядом со штангой. Просит сейчас об угловом ударе Владимир Писарский. Сигнализирует он Ивану Сараеву, что было касание игрока обороны. Теперь зарабатывает себе имя Кравцов. Зарабатывает его в Сочи. А вот сейчас опасный удар в ближней. Но в отличие от Карабашева, Баклов ближний угол закрывает на ура. И как раз-таки Никитин исполнял этот проход. Да, как мне кажется, чуть побольше нужно брать на себя. Индивидуальных действий неплохо смотрится. И если есть, по моему внутреннему убеждению, яркое пятно на поле, то это Краморич. Удар и мяч в сетке. 3-2. Ну что же, дорогие друзья, все только начинается в этом поединке. Гонка-преследование в самом разгаре. Ну и что же, гол забивает Олег Кожемякин. В первую очередь это должен быть футболист, который нагло сильнее игрока из России. Добивание. Нет ли здесь положения вне игры? И вновь в эти ворота. Овсайт не фиксируется. Это гол 3-3. Сочи счет сравнивают. И вот эти самые легионеры, которые делают разницу на поле. Морено подсказывает, что время его немного. Но оно еще есть, еще есть для того, чтобы попробовать вырвать победу Краморич. Но не зря, не зря, дорогие друзья, его мы отмечали по ходу сегодняшней встречи как одного из самых лучших футболистов в составе Сочи. Действительно яркое пятно в местами невнятной игре. Действует 21 номер, 25-летний опорник Бурмистров. Вот тонкую игру на самом деле жду я сейчас от Бурмистрова. Удар Сочи вырывает, вырывает эту победу. Но, конечно же, еще 3 минуты играть Краморич. Краморич, дубль. До свидания, ребят. 4-3. Что сейчас происходит? И кто это сделал? Кто сделал передачу заменившей вышедшего в перерыве Барта Никита Бурмистров? Минутку-полторы накинет. Ну вот ровно минуту сверху добавил Иван Сараев. Звучит финальный свисток. И просто мертвецкая тишина на стадионе Нефтяник. Да, Уфа сегодня проиграла. Да, Уфа вела в два мяча. И, наверное, должна была сегодня радовать своих болельщиков и добиваться второй победы к ряду. Но, с другой стороны, какой футбольный спектакль.